Возможно, кто-то не знает. Уже прошло учредительное, скажем так, предварительное совещание группы, созданной при премьер-министре нашей страны, о патриотическом воспитании населения страны, не только молодежи. То есть это будет комплексное взаимодействие. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Реальная Беларусь» и сегодня мы поговорим о самых свежих, реальных и актуальных новостях. Поехали! За прошлые сутки пограничники Польши не пустили 431 мигранта с территории Беларуси. И это лукашенковские мигранты, которые заполонили нашу с вами страну. В каждом переходе, на каждом переулке эти самые мигранты поступает информация о том, что мигранты, в общем-то, закусились нашими таксистами и даже вроде как одного избили. Информация не подтвержденная, но факт остается фактом, что таксисты берут предоплату для того, чтобы возить этих самых мигрантов. Вы представляете, что грядет в нашу с вами страну и что делает Синепал и диктатор? Председатель Совета Республики заявила, что благодаря той политике, которую проводят эти незаконные власти, Беларусь поднялась на самые высокие рейтинги стабильной экономики. В общем-то, мы так сильно растем, что белорусы устали собирать бутылки на улицах и экономить на своих заработных платах. Так как я прекрасно знаю, как жить за 350 рублей в месяц, когда коммуналка твоя стоит как минимум 100 рублей. А у них растет. Ну понятно. Если они по 86 тысяч рублей получают, у них растет. Когда в колхозах обычные люди получают по 64 рубля. Расчетники я уже демонстрировал. Лицемерие не имеет границ и не имеет предела. Лукашисты продолжают терроризировать белорусский народ. И, в общем-то, прямо по телевизору, по центральному телевизору, которому мы с вами платим деньги за то, чтобы они нам рассказывали правду, они демонстрируют белорусов, которых схватили дома и заставили под угрозами пыток в чем-либо признаваться. И они реально по ОНТ это реально транслировали. То есть тех, кто им платит деньги, они их и транслировали. А менты, которые, в общем-то, получают с нашего кармана деньги, нас заставляют это делать. Я еще раз хочу повторить. Белорусы, которые были на этих видео, не стесняйтесь ничего. Вы хорошие, грамотные, умные люди. Вы достойные белорусы. Вы люди, которые, в общем-то, не должны стесняться того, что попали в лапы террористической бандитской группировки Лукашенко. И то, что вы сделали, вы сделали только потому, что это была такая необходимость. И тут вас никто не имеет права критиковать. Помните об этом. Это очень важно. За август этого года из белорусских IT-компаний уволилось 1734 сотрудника. Это в 2 и 3 раза больше, чем за такой же месяц прошлого года. По сравнению с июлем этого года уволенных оказалось на 2% больше. Всего за июнь и август из IT-компаний уволилось почти 5000 специалистов. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Но это и понятно. Лукашисты терроризируют всех айтишников, так как понимают, что это независимые люди. Это те люди, которые зарабатывают достойную заработную плату и понимают, и знают цену жизни. Они прекрасно понимают, что есть хорошо, что есть плохо. Они прекрасно осознают, что 500 рублей – это незаработная плата. Именно поэтому в большинстве своем эти люди и протестовали. Именно поэтому, к сожалению, так и выходит, что те люди, которые видели эту жизнь, они протестовали. Те люди, которые знают, как должно быть, и видели, как оно есть в других странах. Кубраков заявил о том, что в Беларуси нет нелегальных мигрантов. И все белорусы, которые видят на улицах и в переходах этих самых мигрантов – это лгуны, лжецы и обманщики. По факту их нет. Ну вот нет и все. Ну вот диктатор говорит, что нет фальсифицированных выборов, нет издевательств и убийств, а у Тарайковского была светошумовая граната. Вот сказал – и хоть трава не расти. Даже видео не доказывает того, что было все наоборот. Так и у Кубракова. В общем-то, сцы в глаза – божья роса. Невероятные белорусы продолжают невероятную акцию. По выявлению, точнее, по распространению информации о белорусских стукачах, о лукашенковских стукачах. В общем-то, они распечатывают документы с адресами, и что конкретно говорили эти самые стукачи. И публикуют на этих самых подъездах. Прекрасно, супер, идеально, вы огромные молодцы. Я поддерживаю вашу акцию. Усиливайтесь. Пускай каждый подъезд знает, кто живет в их доме. Это важно. Режим запустит руку, лапу, в фонд возврата вкладов. Ну, то есть, вы понимаете, каждый банк имеет свой фонд. Ну, для того, чтобы в случае его там банкротства он мог выплатить вам ваши деньги. Теперь лукашисты могут эти деньги забирать себе. И если банк обанкротится, вы останетесь ни с чем. Это, кстати, еще один хороший повод забрать все свои деньги, пока не поздно. В общем-то, не съест инфляция, съест диктатор. Поэтому варианта выжить вашим вкладом фактически нет. В Каминске уволили двух сотрудников МЧС за то, что те, в общем-то, высказались не совсем правильно по поводу убитого КГБшника. В общем-то, в Беларуси можно говорить все, что угодно, если это то, что говорит диктатор. Если у вас какое-то другое мнение, вы можете оказаться как один из сотрудников в СИЗО. В общем-то, им не важно, кого садить. Своих, чужих или просто белорусов. Важно кого-то садить. Польская погранслужба сообщила, что нашла на границе муляж бомбы. И важно, что мы совсем недавно видели видео, когда белорусский пограничник что-то бросал на территорию Польши. Помните это самое видео, да? Так вот, скорее всего, это мое предположение, что это и был этот самый муляж. Лукашенко продолжает провоцировать соседнее государство. Вопрос на что? Диктатор реально думает, что он потянет Польшу или Литву? В любом, и в конфликте, и в экономике. Естественно, нет. Тогда что он пытается сделать? Напишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пишите несколько комментариев для продвижения этого видео в топ. Помните про политических заключенных и родных, и близких политических заключенных. Это важно. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были реальные новости. Пока. Специально для вас, вот в такую темноту, пишем новости, чтобы каждый день публиковать реальные новости на канале Реальная Беларусь. Поэтому за это, пожалуйста, лайк и несколько комментариев. Ну, а мы продолжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова